Мумитроли 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 С другой стороны, мне кажется, для меня, как финского человека, это, наоборот, очень интересно. Как давно вы уже вообще живете в Москве? И в чем была причина переезда? Почему вы переехали в Россию? Не хочется ли обратно в Финляндию вернуться? Я сейчас переехала три года назад. У меня еще два года в Москве. Я раньше, я 10 лет назад уже работала в Петербурге, в Генконститу, в отделении прессы и культуры. И до этого тоже я училась и в Москве, и в Петербурге, поэтому как-то у меня такая, ну, долгая история с Россией. Но у меня просто очень много русских друзей, поэтому как-то решила выучить русский язык. Вам вообще комфортно находиться у нас? Конечно. Нет, мне очень нравится. Вообще мне интересно тут, ну, особенно, когда можно ездить куда-то там в регионы. Это, ну, просто люди разные, очень интересно. Сейчас у нас проходят Дни финской культуры. Вот вообще, как вам идея проводить такой фестиваль? И в чем его главная задача, как думаете? Ну, это мы не первый раз проводим такие Дни финской культуры. Конечно, в наших интересах, чтобы люди как-то лучше знали, что такая Финляндия, что такая финская культура и так далее. У нас вчера получилась очень оживленная дискуссия тоже как-то по Финляндии. И мне очень приятно, что людям интересно, у людей хороший вопрос, и там я с удовольствием отвечаю. Несколько дней будут идти Дни финской культуры. Что интересного ждут жителей и гостей столицы Чувашии? Ну, я думаю, что много всего интересного. Во-первых, сама выставка мне очень нравится, потому что это вот, ну, когда, ну, Тувя Янсон вообще, когда начала писать книги про мумий и троллей, это было во время войны, там, и после войны она написала, это такие, и первые книги, и реально там тематика довольно такая страшноватая, потому что тут есть угроза, там все, может быть, там мира вообще не будет, там все разрушится и так далее. И мне кажется, тоже это одна из причин, ну, почему эти книги стали настолько известны мы во всем мире. Мне кажется, такие страхи, это что-то общее для всех. Ну, это просто какие-то общечеловеческие черты. И поэтому приятно, что мы сможем показывать именно эту выставку, как у здесь. Мне кажется, выставка вызовет такой большой ажиотаж, потому что, ну, мумиков знают и любят все. Поэтому все хотят посмотреть, все хотят прийти, наверное. Не, ну, это на самом деле так. Мне кажется, мумий-тролли, они самые-самые известные финны во всем мире. Это лучше нас знают. А ассоциация сразу вот с Финляндией лично у меня. Это мумики были. Что будете вы проводить? Какие с вами можно встретить, говорить? Ну, как я говорила, у меня вчера было там открытие-дискуссия про Финляндию. Мы открыли выставку комиксов. И сегодня еще в 7 вечера будет лекция про финский дизайн. Финский дизайн. А, вот вы как раз дизайнер, да? Финский дизайн. Чем отличается от русского? Ну, вот сложный вопрос. Ну, я думаю, что суть финского дизайна – это в том, чтобы делать какой-то функциональный предмет, который удобно использовать, но одновременно предмет может быть красивым. Вот у вас так много направлений. То есть вы и журналист, мне говорили, да, и дизайнер. Как вообще удается все совмещать? Ну, я не сказала бы, что я дизайнер, но у меня образование журналиста, на самом деле. Я не долгое время когда работала на радио, и, ну, потом переехала в Петербург, на самом деле, работать. Потом долгое время работала просто с журналистами в Финляндии. Да, я не знаю, мне кажется, все интересно, и я, конечно, счастливее человек в том смысле, что я могу как-то много чем заниматься. Здорово. А что вам больше нравится всего? Что вот по душе из всего? Мне своя работа сейчас очень нравится. Можно сказать, что это вообще как-то работа моей мечты. Еще вот хотелось поговорить про дни финской культуры. У нас тут вообще полно мероприятий, то есть открытый урок финского языка, например, одно из них. Вот очень интересно, финский язык. Это, наверное, нереально выучить, это, наверное, очень сложно, по крайней мере, вот за неделю. Ну, за неделю это нереально, это точно. Но я думаю, что если у человека есть мотивация, я думаю, что все можно выучить. Язык, конечно, сложный, он в финно-угорской группе языков, и очень много падежей существительных. Поэтому и разговорный язык еще как-то немного отличается от письменного. Поэтому как-то, конечно, мне кажется, для иностранца это, ну, сложновато. Но можно сказать, что это как-то, если у человека есть мотивация, мне кажется, это никак не мешает. Русский язык тоже называют сложным. А вот когда вы учили, что вам кажется сложнее, что труднее? Как вообще освоили? Легко ли было? Нет, конечно, нелегко. Я училась в Финляндии, ну, наверное, изучала русский язык, там, полтора года. Потом переехала в Москву и подумала, что быстрее выучить язык на месте. А говорят, что вообще русский язык как-то выучит, но если там какой-то английский три года, там, изучаешь, потом уже как-то можно хоть чуть-чуть разговаривать с людьми. А русский, мне кажется, там требуется хотя бы пять лет. И потом уже как-то можно вести какой-то нормальный разговор. И, конечно, это долго, но потом как-то развитие намного быстрее. Я не знаю, мне, конечно, было трудно, но потом надо просто поблагодарить своим друзьям, что они очень сильно мне помогли. Они упорно со мной разговаривали по-русски, когда я плохо говорила. Ну, практика все-таки, да, самое главное? Ну, вот, наверное, на этих мастер-классах можно будет какие-то захватить азы и, может быть, заинтересоваться финским языком. Ну, как раз все пойдут его изучить. Еще одно мероприятие, это уже в рамках Дней финской культуры, это показ фильмов финских режиссеров. У нас есть пакет короткометраженных фильмов, и они интересны от молодых режиссеров, поэтому они самые разные. Поэтому сходите, смотрите, там, мне кажется, там, поскольку фильмы друг от друга очень сильно отличаются, мне кажется, там есть что-то для всех. А какой, например, ваш любимый финский фильм? Любимый финский фильм за последние годы, надо сказать, что это, наверное, вот, по-моему, два года назад снимали. «Сами счастливые дены в жизни Оли Маки», это черно-белый фильм, ну, он получил тоже приз в Каннах. Очень хороший фильм, такой миленький, сам еще сюжет как-то хороший, но и фильм как-то снят в таком, ну, в таком духе как-то. Как будто снимали 60-е годы, хотя снимали не 60-е, как-то два года там, ну, три года назад. Вообще, планируете еще к нам приехать, может быть, там, снова на одни какие-то финской культуры или на какие-то любые мероприятия другие? Я всегда готова приехать в Чебоксары, вообще прекрасный город, но посмотрим, как получится, если получится, буду очень рада. Большое спасибо за беседу, будем ждать вас в Чебоксарах, приезжайте к нам еще. А я напоминаю, у нас в гостях была Хенрика Ахтиайнен, советник по вопросам культуры посольства Финляндии в Москве. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.